Этот цех окончательной сборки. Здесь уже готовы. Автомобили проходят строжайший контроль и уезжают с конвейера. Еще одно название цеха – выставка. В одном ряду ключевые модели автозавода. Lada Kalina, Largos, Granta Priora, Lada 4x4 и нашумевшие новинки. Lada Vesta и Crossover X-Ray. Именно на последнюю модель на заводе возлагают большие надежды. По качеству и надежности автомобиль не должен уступать зарубежным конкурентам. Старт продаж планируется на февраль. Рабочий визит на АвтоВАЗ премьер-министр Дмитрий Медведев начал с тестовой поездки. За рулем X-Ray он доехал до заводских цехов. Комфортная, современная машина. Ничуть не хуже любой аналогичной машины, которая сделает иностранный производитель. Мне кажется, у него хорошее будущее. Дмитрий Медведев осмотрел производство и пообщался с сотрудниками завода, которые поблагодарили за поддержку. Перспективы автопрома, стратегии его развития до 2025 года стали главными темами совещания. Во-первых, нужно оперативно наладить работу по импортозамещению автокомпонентов. Здесь наши производители находятся в достаточно серьезной зависимости. А нам требуется выстраивать собственные технологические цепочки от сырья до готовой продукции. Конечно, нужно более внимательно анализировать наши экспортные возможности, подумать, как нам продвигать наши компании на внешние рынки, наши бренды на внешние рынки. В непростых экономических условиях в прошлом году продажи всех автомобилей в России сократились на треть, хотя прогнозы экспертов были более пессимистичными. Поддержка автопрома продолжится и в этом году. Это и программы льготного автокредитования и лизинга, субсидирование процентов по инвестиционным кредитам для отечественных компаний, сохранение эффективных рабочих мест. Также очень важные меры, которые будут обеспечивать закупку муниципального транспорта на газомоторном топливе, городского электрического транспорта, это 3 миллиарда и 1 миллиард соответственно. В этом году предусмотрены и новые проекты. Мы начнем и два новых проекта. Каких? Первый – поддержка экспорта российских автомобилей и автокомплектов путем компенсации части транспортных затрат и расходов на приведение в соответствие нашей техники, в соответствии со стандартами покупателей. И второй – это новый этап обновления парка машин скорой и неотложной помощи. Также премьер провел личную встречу с губернатором Самарской области. Главной темой которой стало строительство детских садов и школ. В 63-м регионе очередей в дошкольные учреждения для детей старше трех лет больше нет. Новая федеральная программа посвящена строительству школ и рассчитана на 10 лет. По всей стране необходимо создать около 8 миллионов мест. Это большая задача для страны и для вас. Для того, чтобы сделать это в масштабах одной, но крупной области тоже это большая задача. Будем вместе работать. У нас, в принципе, вы знаете, заложены средства. В бюджет мы будем эти деньги направлять именно на строительство и модернизацию школ. Так что свое место найдут, естественно, и те объекты, которые будут строиться или уже строятся на территории Самарской области. В прошлом году заложили три школы. Мы в этом году уже одну школу на 1310 мест на 1 сентября хотели развить порядок. Мы рассчитываем, что нам надо примерно 80 школ за эти 10 лет построить и модернизировать. На встрече с премьером губернатор отметил, что в Самарском регионе увеличилась рождаемость. Поэтому создание дополнительных мест в детских садах по-прежнему в актуальной повестке дня. Марина Кравцова, Артем Сулайманов, События.